Елена Летучая, телеведущая, завоевавшая народную любовь после участия в программе «Ревизора» в качестве грозы недобросовестных владельцев российских отелей и заведений общественного питания. Также является продюсером телеканала «Пятница» и отвечает за все проекты из семьи «Ревизора», включая «Ревизора шоу» и магазина. Детство и юность Елены Летучие Елена Летучая родилась в городе Ярославле 5 декабря 1978 года. Ее отец, Александр Николаевич Летучий, был инженером-строителем, поэтому в 1986 году семья переехала в Дальневосточную Тынду, отца пригласили на стройку Бама. В детстве у Лены было множество увлечений, девочка занималась фигурным катанием, посещала художественную школу и мечтала однажды переехать в Санкт-Петербург и стать архитектором. В 1997 году, по настоянию родителей, Елена поступила в Благовещенский финансово-экономический колледж и два года спустя держала в руках диплом по специальности финансист. После учебы девушка переехала в родной город, где несколько лет работала на РЖД в отделе по обслуживанию пассажиров. Параллельно Елена Летучая получала высшее образование в Московском государственном университете путей сообщения. В 2005 году Елена Летучая получила долгожданный диплом и на следующие четыре года задержалась на посту финансиста в компании «Газэнергосеть» подразделения «Газпрома». Елена Летучая на телевидении. Девушка быстро поняла, что выбирать род деятельности, ориентируясь на советы родных, а не на собственные предпочтения, было ошибкой. Сидя в офисе, она завидовала людям, которые искренне любят свою работу, потому что она им интересна. Накануне своего 29-летия Елена решила кардинально изменить свою жизнь, начав с получения второго высшего. Выбор пал на школу телевидения «Приостанкино», где следующие два года Летучая постигала азы профессии телерадиоведущей. Дипломный сюжет о донорах крови, вскрывшей недостатки отечественной медицины, заставил ее окончательно убедиться, что работа на телевидении – ее призвание. Но устроиться на работу по новой специальности было очень проблематично, особенно без опыта и знакомых в данной сфере. В течение следующего года она перепробовала все, начиная от банального распечатывания текстов до редактирования чужих сценариев. Зачастую девушке не хватало денег, чтобы оплачивать съемное жилье. В некоторые особенно тяжелые моменты мама предлагала ей вернуться в Ярославль, но Елена не отступала, и вскоре настойчивость и трудолюбие девушки были вознаграждены. В 2011 году Елена стала продюсером и редактором студии спецпроектов Первого канала «Шоу, пусть говорят, сегодня вечером». Работа на главном государственном канале стала ценнейшим опытом, однако сумасшедший график без выходных и перерывов вымотал Елену. Спустя год девушка попала в сердечную клинику. Поэтому Елена предпочла более спокойную, в сравнении с Останкино, работу на кабельных каналах, где она брала интервью, руководила съемкой документальных фильмов, курировала несколько крупных телепроектов, сериал «Кухня», шоу «Каникулы в Мексике», программу «Смешные люди». Елена Летучая, ведущая «Ревизора». В 2014 году руководство канала «Пятница» приобрело у украинского нового канала формат программы «Ревизор», единственного в своем роде проекта. Первоначально лицом программы, получившей название «Ревизора», намеревались сделать Ольгу Фреймут, ведущую оригинальной версии, однако-то отказалась в связи с плотно забитым графиком. О кастинге на пост ведущей Елене, в тот момент занимавшейся проектом «Кухни» и созданием фильма о сериале, рассказала подруга. Прослушивание проходило в одном из столичных ресторанов, от будущей ведущей требовалось умение держать себя, выгодно смотреться в кадре, быть коммуникабельной и не бояться закрытых дверей. Обладавшая всеми эти качествами эффектная блондинка Елена Летучая заинтересовала продюсеров проекта, и спустя три месяца после кастинга она уже подписала контракт на три десятка эпизодов. Новый для Елены формат живого видео был сложным, но непередаваемо увлекательным. Первые шесть месяцев ведущая жила в постоянных разъездах, прилетала со съемок, распаковывала чемодан, собирала вещи заново и улетала в другой город, требующий инспекции. Инспекции ведущей программы «Ревизора» были рады не всегда. Часто при проверках персонал лез в драку, спорил на повышенных тонах, однако Летучая никогда не теряла самообладание. Случались и из ряда вон выходящие инциденты, как в Салихарде и Кемерово, когда на съемочную группу шоу напали, журналистов избили, а оператору угрожали ножом. После испытанного стресса Елене помогли восстановиться ее любимые хобби – йога, занятия конным спортом и книги. Елена всегда справедливо считала, что занимается полезным делом, стремясь улучшить качество услуг в стране. Она учила зрителей, как следует себя вести в конфликтных ситуациях и законно бороться за качество сервиса. Однако, к огромному разочарованию поклонников Елены Летучей по причине создания собственного шоу «Стройняшки», ведущая покинула проект, передав бразды правления певице Ольге Романовской. Уход Летучей вызвал огромный резонанс в медиапространстве. Покинув ревизора, Елена осталась соведущей ревизора шоу, в рамках которого каждый владелец ресторана или отеля, посчитавший негативную оценку незаслуженной, мог прийти в студию и опровергнуть обвинение. Весной 2016 года проходили съемки первых выпусков нового проекта Елены Летучей под названием «Стройняшки». Сообщалось, что участницы шоу будут сбрасывать лишние килограммы за деньги. В октябре 2016 года Елена Летучая анонсировала возвращение в ревизора к огромной радости всех ее поклонников. Личная жизнь Елены Летучей По мнению Елены Летучей, в семейную жизнь следует вступать с абсолютным пониманием того, чего от нее ждешь, не считаясь с царящими в обществе стереотипами. Раньше она считала, что просто не создана для брака, а давая предпочтение карьере, путешествиям и саморазвитию. После 35 лет, по заверению самой ведущей, она составила представление об идеальном спутнике жизни, задумалась о детях и даже была готова пожертвовать устоявшимся образом жизни ради гармонии в семье. В августе 2016 года Елена Летучая вышла замуж. Избранник звезды канала «Пятница», предприниматель Юрий Анашенков. Фурор в прессе произвела не только сама церемония в Санторини, Греция, но и летучий девичник, который Елена провела для самых близких подруг. После свадьбы ведущая намеревалась взять двойную фамилию и стать Летучей Анашенковой. Для такого занятого человека у Елены удивительно много увлечений. Кроме занятий конным спортом и йоги, она посещает фитнес-клуб, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Еще одна страсть Летучей – кулинария. Услугами стилистов она практически не пользуется, полностью полагаясь на свой вкус. Любит разноплановую одежду, отдавая предпочтение элегантности и сдержанности. Относит себя к шопоголикам, потому что покупает много одежды и не может оставаться равнодушной к новинкам моды. В отличие от большинства людей, работающих в области телевидения, телевизор Лена смотрит, в том числе и сериалы. А вот в ресторанах ведущая больше не ест, слишком много нарушений ей пришлось наблюдать во время работы в «Ревизора». Елена Летучая сейчас. В октябре 2017 года Первый канал предложил Елене Летучей возглавить новое шоу в формате «Ревизора», однако посвященное инспекции не ресторанов и гостиниц, а больниц и других государственных учреждений, школьных столовых и дворов. Передача получила название «Летучий отряд». Созданию проекта предшествовал неприятный скандал. Елена пришла с проверкой в больнице Воронежа и была шокирована увиденным. В учреждении не было ни отопления, ни душа для больных. По коридорам и палатам сновали тараканы, а от покрытых экскрементами унитазов пахло так, что зайти туда ведущая смогла, только зажав нос. Продолжение следует... Продолжение следует...